В России с Суданом обсуждают совместную добычу золота в редкоземельных металлах, планируют создать совместные предприятия на фоне пропажи Пригожина. Судан. Да не судак, а судан. Не судак, а судан. Не судан, а не тудан. Тудан, да. Судан, тудан. Золото. В Африке, когда добываешь золото, у тебя есть одна большая проблема. Значит, в Африке очень много месторождений золота, чтобы ты понимала. Вообще говоря, я уже, по-моему, рассказывал не раз, так как я большой специалист в добыче золота, уже не раз рассказывал в рамках этой передачи, что один из главных показателей при добыче золота – это содержание его в руде. Да, уторвалось что-то у тебя там микрофон. Раз-раз. Итак, главное… Я так теперь буду говорить. Ну, хорошо, говори. Используй то, что под рукой, не ищи себе другое, извините. Главное – это содержание золота в руде. И вот во всех цивилизованных странах, ну, раньше там, где добывали золото? В Канаде, в ЮАР. Так как везде уже все, что сверху, все добыто, все давно украдено до нас, но там содержание золота в руде – один грамм на тонну. Один грамм на тонну, в ЮАР та же самая история. А в Африке есть месторождение нормальное, ну, круче только в Центральной Азии, но в Африке это 5, 6, 7, 8 грамм на тонну. А что это означает? Что вот ты начинаешь добычу руды, и у тебя с тонны руды при переработке золота получается в 8 раз больше. А себестоимость переработки руды-то от этого не меняется. То есть ты переработал ту же самую тонну, тебе обошлось во столько же, а продукты добыл в 8 раз больше. Поэтому в Африке добывать золото крайне рентабельно, очень рентабельно. Это первая причина, что там высокое содержание. Ну, где-то я смотрел в Гане, там, 5 граммов на тонну, например, в месторождении. В Судане я просто не изучал никогда. Дальше. Это первый показатель. Второй. Как ты догадываешься, в Африке не нужно соблюдать правила экологические. Например, во всем цивилизованном мире тебя замучают, когда будешь добывать золото, то, что куда ты складываешь отходы, какие ты используешь химикаты при этом всем, чтобы они не стекали в реку и так далее, и так далее. Миллион проблем. Даже оценка запасов золота, например. Очень важно показать, сколько у тебя запасов. Вот ты получил месторождение в разработку, сколько у тебя запасов. Вот есть советская система оценки запасов и западная система. Советская это С1, С2 так называемая, а западная Джоркот. Значит, чем они отличаются? Ты точно так же геологически буришь отверстия, вычисляешь объемы, но в западном тебе засчитывается только то золото, которое можно добыть, не нарушив экологического баланса и так далее. Понимаешь? А если нельзя так добыть... А иначе перейдет Грета Тумбе... Да, и тогда не засчитывается. Да, совершенно верно. И всякие политические риски в Джоркоте учтены, а в советской системе не учтены. Советская система считала, что если, например, местное население будет недовольно, мы же его расстреляем и добудем золото. А в западной системе считается, что если местное население будет недовольно, то мы должны с ним договариваться, приходить к соглашению и так далее. Эти демократы... Да, поэтому в таких странах, как Судан, конечно, россиянам удобно добывать золото, потому что они, если что, расстреляют. У них есть частная военная компания «Вагнер», они, если что, кого угодно расстреляют, и они единственные способны. Западная компания, придя в Судан, скорее всего, не сможет добыть золото. Это удивительно. У Запада есть гораздо более современные технологии, гораздо более современные. Вот они придут в Судан, и придут потом... Где они берут деньги? Они пойдут на канадскую биржу, скажут, дайте нам деньги на добычу золота в Судане. Скажут, а вы там экологические требования соблюли? А у жителей деревни Катманбубура... Вот мы знаем, что там дети у вас неграмотные. Вы же их обучить должны, правильно? И только потом добывать золото. И не получится у французов или канадцев добыть золото в Судане. А у россиян, которые чуть что всех расстреляют, получится. Потому что им нужно не на канадскую биржу, а на московскую. Где у них спросят, а вы сколько там расстреляли уже? 10 тысяч расстреляли? Расстреляли. Тогда берите деньги. Поэтому да, добыча золота в Африке, почему она у россиян-то получается? Потому что у них вот такие методы. Им не нужно заботиться о всём этом соблюдении прав человека и так далее. Поэтому получается золото... Сейчас же есть термин, знаешь, кровавые алмазы, да? Ты знаешь эту историю. И кровавые алмазы, они в принципе запрещены. То есть во всём мире. Поэтому у них там цена и себестоимость у них там... Ну, себестоимость, не себестоимость, а цена при продаже очень низкая. Потому что они добыты с нарушением прав человека, грубо говоря. Всё. Их нельзя в этот момент на алмазную биржу. В Амстердам их нельзя туда, их нельзя сюда. Подделывают сертификаты. То есть берут алмазы... Едешь в Сьерра-Леон, и тебе хороший сайт, если тебе нужно заработать в 10 раз денег. Едешь в Сьерра-Леоны в лес. С собой кэш, 50 тысяч долларов. Даёшь 50 тысяч долларов, тебе дают неогранённые. Ты дальше приезжаешь, например, в Израиль, на бриллиантовую биржу. Там даёшь взятку. За взятку они тебе переделывают так, что якобы источник этих алмазов не Сьерра-Леоны, а ЮАР. Или, скажем, не ЮАР, а Якутия. Ну, якобы это якутские алмазы. Но в Якутии покупается фальшивый сертификат на алмазы, которые на самом деле из Сьерра-Леоны. И дальше ты уже привозишь их в Амстердам, как якутские алмазы. Хотя, на самом деле, ты их в лесу у партизан купила в Сьерра-Леоны, которые заставляли детей просто их там выкапывать. Понимаешь, вот так. Это сейчас так выглядит алмазный бизнес в этом мире. Это реальность. А с золотом так не получается. Да, при этом весь мир борется с этим. Каким способом? Что-то как-то он слабо борется. Нет, борется-борется. Каким способом? Есть там полицейские рейды. Это как с наркотиками, да? Приходят в ювелирный магазин, говорят, а что это у вас за алмазы? А вот якутские, а мы проверим. А есть радиационные методы проверки. То есть мы можем при помощи... То есть они отличаются. Они отличаются. И алмазы Сьерра-Леоны можно отличить от алмазов из Якутска. Да, да, с очень большой вероятностью, да. А я все думала, где вот в твоей этой стройной схеме бизнеса я создаю YouTube-канал. Да. А я создаю его, как отличить алмазы Сьерра-Леоны от алмазов из Якутска. А золото не так. Золото квантуется. И золото это комодити. Комодити, то есть один грамм золота, добытого в Судане и один грамм золота, добытого в Канаде, неотличимы. Вот они ничем неотличимы. Ты их положишь рядом, они абсолютно одинаковые. И все. И они стоят одинаково, понимаешь? Там ты убил кучу людей, чтобы добыть. Здесь ты по-честному заплатился налоги, а стоят они одинаково. А алмазы в 10 раз отличаются. Поэтому для России это источник сверхдоходов. Вот такие грязные методы добычи золота в Африке. Продолжение следует...